Провокация была, это просто бросается пакет. Так, все, до этого, там, значит, еще эта встреча была в ресторане, и там было, так сказать, там подливали что-то, потому что я вообще ничего не помню. То есть я помню только, когда вот стоял какой-то автомобиль, значит, валяется пакет, и там сразу понятые. Вот так Александр Баталов запомнил момент своего задержания в Москве. Говорит, туда отправился встретиться с потенциальными партнерами по бизнесу, однако деловая встреча, по словам предпринимателя, оказалась началом спланированной операции. А, понимаете, другая сторона, была цель взять, так сказать, подкинуть, чтобы мне эти деньги, и дальше там, значит, посадить, а дальше уже, как бы сказать, ситуация какая была. Там два варианта. Первый вариант, значит, забирай этот пакет, и они говорят, забираешь, привозишь сюда, в Красноярск, не надо ничего, просто закидываешь и уходишь, все. И ты проходишь, как следователь, как свидетель, да. Второй вариант, это когда я уже сказал, что я делать этого не буду, то там уже прокатились, так сказать, родственники и все остальное. После Баталов провел полгода в следственном изоляторе «Матросская тишина», затем под подпиской о невыезде, сейчас все обвинения с бизнесмена сняты из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Теперь он решил рассказать общественности свое видение ситуации. По его словам, дело сфабриковано, а инициатором был другой красноярский бизнесмен Вадим Музейников. Насколько мне известно, уже сейчас, значит, он, там много у него, там, земельных участков было, там и прочее, все это, много нерешенных вопросов. Вот, значит, мэр дал задание Лопыцкому, так сказать, навести порядок, и он просто по отношению к мэру, я считаю, что Лопыцкий стал предателем. Они Музейников и Лопыцкий, то есть они дружили семьями, они, значит, ездили за границу вместе, отдыхали с женами, где Музейников как раз вот эти вот, как бы вещи, то, что он говорил, значит, он их отразил именно в своих показаниях. И я хорошо запомнил, как бы, фразу из его показаний, когда они ездили за границу с Лопыцким и Музейников, то они там, значит, естественно, обговаривали там какие-то бизнесовые, значит, свои дела. Плюс ко всему, значит, он говорит, ну, там мы там поругались, значит, и я, говорит, понял, что из дружественных отношений мы переходим в товарно-денежные отношения. То есть, как бы сказать, через меня он хотел, так сказать, посадить и Лопыцкого, я думаю, у него и были более идущие планы. Генеральный директор группы компаний «Троя» Вадим Музейников с претензиями Александра Баталова не согласен. Свою точку зрения он рассказал по телефону. Изложить свою позицию более развернуто Вадим Музейников обещал в ближайшее время. Сейчас же на оперативном...